МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом батарей в местах общего пользования нет. В ванной, коридоре, туалете они не отапливаются. Дополнительно подключаем обогреватели. Откуда такой норматив в старом здании? Есть ли льгота для многодетной семьи? Понимаем вашу обеспокоенность, но начисление платы за тепло в данном случае верно. За отопление мы платим, исходя из общей площади квартиры, а не только жилой Тарас. Во-вторых, в таких домах, как ваш, действительно, самые высокие тарифы и нормативы. Но у вас есть полное право оформить компенсацию на оплату услуг ЖКХ. Можно проверить. Норматив указан в постановлении правительства Пермского края номер 624-П. Действительно, в зданиях до 1999 года постройки нормативы резко различаются. В двухэтажном доме норматив в два раза выше, чем в десятиэтажном. Ну, связано с особенностями, с техническими характеристиками дома, низкий класс энергоэффективности. Существуют субсидии. Если доля коммунальных платежей превышает 22% дохода семьи, вы вправе обратиться за субсидией. И вам эта субсидия будет предоставлена органами соцзащиты. Владимир Иванович Дерябин обратился в рубрику с вопросом, имею ли я право на получение льготных лекарств, дотацию на оплату коммунальных услуг и льготы при покупке проездных билетов, если по состоянию здоровья вышел на пенсию досрочно, в 58 лет. Владимир Иванович, сам по себе выход на пенсию не означает возникновение права мер социальной поддержки. Кто может относиться к льготной категории, сейчас узнаем. Получателями мер социальной поддержки или льгот становятся граждане, отнесенные к определенным льготным категориям в соответствии с основаниями определенным федеральным или региональным законодательством. Так, например, ветераны труда на основании государственных наград, ветераны труда Пермского края на основании страхового стажа для мужчин, это 40 лет при условии, если не менее половины этого срока, отработаны на территории Пермского края. Инвалиды на основании заключения медико-социальной экспертизы. При этом установление льготного статуса и предоставление мер социальной поддержки для ветеранов труда и ветеранов труда Пермского края также связано с выходом непосредственно на трудовую пенсию по старости. По вопросам, связанным с установлением льготного статуса и предоставлением мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Пермского края, нужно обращаться в Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края. По вопросу оформления медицинской документации для установления инвалидности в лечебное учреждение по месту жительства. Координаты рубрики «Прежние» 2-633-100 абонент «Утро» Телефон информационно-справочная служба утрособакарефей.ру, адрес электронной почты. Удачи в делах! Редактор субтитров А.Семкин